муж сбегал на ярмарку хотел купить клюквы посмотреть если брусника ну вот я попросила его снять так интересно в среду в четверг и в пятницу сделали у нас ярмарку а суббота и воскресенье это тридцать втором город разделена на две половины городом их в город кухтлоярви разделен городом их народу нет никто тоже не приехал особо на ярмарку даже фруктов нет и вот несколько палаток все конечно в будние дни люди работают ну а суббота воскресенье наверное в тридцать втором будет ярмарка намного интереснее для отчета сделали но это я так вредничаю погода конечно не очень хорошие люди хотят заработать и вот получается что народу нет покупателей и холодно тем кто торгует тоже в такую погоду не интересно стоять и торговать ну и как вчера было по 7 сегодня по 5 по 5 а чего так она вдруг и что когда ты ее спросил почему не она не сказала но кто скажет что не брали ну правильно сегодня народу много можно и по 5 а вчера было мало народу по 7 также рабочий а сегодня же среда не суббота я опять забыла как-то странно никогда всю в среду не было ярмарка еще там полтора домика стоит и все но это так для галочки ярмарку сделали а сколько ты купил клюквы 10 литров 10 литров огурцы уже по три стали помидоры 250 уже ну да муж делает сахаром на зиму опять скажите муж ну так он на пенсии чем ему еще заниматься мы оба одинаково работаем у нас нет разделения труда на мужской и женский вместе все делаем обычно получалось где-то 12 банок ну вот посмотрим сколько в этот раз выйдет зимой хорошо эту клюкву в творог добавлять муж в кашу любит а я с чаем иногда вкусно 10 литров клюквы 1 литр стоит 5 евро вот на 50 евро и вот сахаром прокрутили стоит растает сахар тогда разложим по банкам и это будет на зиму заготовка 10 литров клюквы 6 килограмм сахара а это это я варила варенье из брусники с яблоками вот так я проверяю если капелька не растекается значит варенье готово брусники было 2 литра кило 600 сахара сколько яблок я не знаю было порезанных но вот пять восемьсот пятьдесят граммовых банок получилось варенье очень вкусная кстати до сквера города парка прогуляться где у нас озеро ну посмотрите никого вообще тишина сколько раньше здесь людей гуляла то ли холодно то ли у людей настроения нет а может и то и другое такая вот здесь клумба солнечная желтая яркая патрик тоже упирается не хочет идти красиво у меня такие цветы росли и в один прекрасный момент осталась одна ямка от них большой большой-большой куст был тоже вон уже все отцветает все цветает до лето пролетело казалось ой жара скорее бы прохлада а так грустно что нет сейчас теплых денечков что нельзя в саду посидеть холодно прям такой воздух влажный сырой сырой влажный и такая сырость знаете как когда в подвал заходишь вот так вот и на улицу и даже птиц не слышно и не видно птиц но зато сейчас может клещей нет кто его знает здесь клещи были поэтому предупреждали что особо гулять не надо ну вот говорит муж до октября кризисе какой каштан громадный огромный у нас во дворе тоже такой же огромный каштан они так быстро кстати растут вот каштаны уже крупные такие на саду сейчас тоже растет каштан на будущий год наверное можно будет уже на хутор отдать смотрите уточек сколько правда здорово когда в городе есть вот такой вот небольшое ну пруд озеро я не знаю как сказать для пруда это большое количество воды наверное все таки это рукотворное озеро небольшое такое маленькое но красиво а летом как здесь хорошо когда на улице жара и можно посидеть у воды полюбоваться вот так уточками а там вот дети купаются когда жарко специально для детей купальня такая построена интересно улетят они или нет наверное тоже холодно на никакие пушистики стали странно что деревья клёны не краснеют тут всегда так красиво было если найду картинку поставлю как обычно здесь было красиво а посмотрите вот я нашла кадры в это же самое время в прошлом году посмотрите как было красиво действительно золотая осень сказочная и здесь такая красота одно удовольствие гулять но тогда осень не была такая холодная как в этом году так резко после теплого жаркого лета вот так вот все в холод превратила с тобой гляди снег пойдет с дождем он какая красота была раньше клюкву муж говорит разрешено было собирать 6 сентября вот сегодня уже появилась первая клюква а брусника уже стало 7 евро а неделю тому назад продавали ее по 4 даже по 3 правда не на рынке здесь у нас а в другом городе надо было ехать ну вот почти наполовину дешевле интересно дежурит полиция их так снимать нельзя но вот они за дерево сейчас зашли ну да выйдут сейчас вот за порядком следят раньше здесь все время машины ездили полицейские а теперь пешком ходят патрюшка патрюша патрик патрик так интересно цветы эти уже все конечно тут уже ничего не будет а вот две помидорки даже три наверное как они тут выросли я их не сажала и гортензия тоже вот бутоны набирает что-то так поздно дочка в прошлом году подарила этот куст очень поздно что-то она решила цвести все лето не цвела смотрите такие шапки больше руки это жук спрятался краснеет куст такой красивый как будто цветы расцвели на на кончиках куста любую с любую с остатками красоты вот-вот уже заморозки наступит но по крайней мере такое вот ощущение а здесь розы еще во все цветут может быть связи с тем что здесь все таки затишье с одной стороны стена а с другой стороны зеленая стена кусты и поэтому холод сюда так не проникает а эти цветочки мы в детстве собачками называли смотрите полевой львиный зев цветет все лето уснул что ли шмелик наверное от холода уснул вчера у нас а домой залетела и умерла в каком покрывальце прикрыли он спит в несколько рядов сложили устал нагулялся что 10 лет будет в январе ему 11 10 11 до ответьте не хочу чтобы мальчик старел это любовь патрюша любовь у тебя такая да сильная присильная патрюш только ушки ходуном ходят патрик ой подхали мой подхали вот этот котик все время в кустах у нас лежит особенно когда солнышко видно уезжали куда-то потому что не видно его было такой красивый код на свое место наверное его месяц не было в отпуске был да где-то был непонятно где он вчера вчера только хозяйку привезла а вот они приехали оттуда патрюша кота увидел до друга своего сразу сюда пошел под куст пошел да патрюша да патрик где киска где киска где он там идет а вот туда а да вон там кого ты там патрик ищешь а патрюша кого ты там ищешь котика помидорки надо сорвать а то они замерзнут даже выросли как я не сажала сами выросли а это видео дочка вчера прислала вот такой вот март ласковый ласковый такой красавец представляете он рядом с дочкиным хутором на хуторе жил у женщины она умерла и дочка выкинула этой женщины выкинула марта на улицу и он пришел в марте мороз на улице он такой весь голодный ободранный несчастный шкурка это шерсть свалялась а сейчас вон какой красавец откормленный лаской вниманием любовью заботой сливочками да подстригли его потому что жарко было очень летом да и клещи удобнее все таки проверять он в лес бегает чтобы клещей не было вот такой вот лапка у нас но вот еще с нами вы пробыли два дня два наших дня мы гуляли мы работали на солнышке сидели в саду парк вас сводили пишите как вам понравилось или нет спасибо вам за то что смотрите спасибо что пишите а кто пишет особо им спасибо счастья любви мирного неба вам над головой и всем пока